Вы смотрите запись, вы ее смотрите, потому что мы ее записали, очевидно, Юра выложил. Юра Богомолов, мой добрый друг и владелец того канала, на котором вы смотрите эту запись. Мы здесь собрались для того, чтобы меня с нуля научить функциональному программированию, потому что я, как мне кажется, страшно в него влюблю, не в Юру функциональное программирование, но я в нем знаю примерно ничего. При этом я там достаточно опытный программист, и с этой точки зрения каких-то проблем не должно быть, а вот с точки зрения теории, математики, алгебры, всего этого дела, вот Юра и поможет мне разобраться, научит меня. А для вас мы это записываем, потому что, на мой взгляд, это то, чего нужно не только мне, вот с основ постигнуть функциональное программирование до какого-то уровня, когда можно дальше копать самостоятельно, это вот, собственно, та задача, которую мы с тобой обсуждали. На этом я замолкаю, кончаю дозволенные речи. Мы не будем на вас отвлекаться, мало того, эта запись будет не отредактирована даже. Вы увидите все, что происходит, и у нас сейчас будет просто урок функционального программирования номер 0. Юра, что такое функциональное программирование? Ну смотри, самый классический ответ внезапный, это программирование с помощью функций, но это не совсем точно будет. Ну погоди, меня еще в детстве на Паскале учили, что есть процедура и функции, они отличаются только возвращаемостью значения. На самом деле нет, на самом деле это одно и то же. Давай я определяю, что такое функция тогда? Да, давай сначала я, такое маленькое определение, что функциональное программирование в первую очередь, это парадигма. Это парадигма программирования, соответственно, ее немножко неправильно противопоставлять чему-то еще, это вот как бы самодостаточная вещь. Что такое функция? Вот в функциональном программировании функция рассматривается не так, как в императивном, не так, как в ОП, а скорее в математическом смысле. То есть функция это по сути, выражаясь математическим языком, это отображение из домена в кодомен. То есть термин домен это область определения функций, кодомен это область значения функций. То есть условно говоря, простая зависимость x от y какая-то, вот наши x, вот наши y, вот наш 0. Вот такая зависимость, однозначно ставящая в соответствии какому-то x, какой-то y, это собственно и есть функция. В функциональном программировании рассматриваются функции, тотальные, чистые функции. Что это такое? Тотальность означает, что функция f определена на всех диапазонах значений ее домена. То есть если x может принимать значения от минус 100 до плюс 100, то функция определена на всем этом диапазоне? Нет никаких разрывов? Да. Дальше. Чистота означает, что функция не имеет каких-то побочных эффектов. Вот эта концепция уже ближе к программированию. Ну, если мне память не изменяет, как раз в программировании перешла. Что это значит? Если мы напишем функцию, я буду использовать пока что такую достаточно свободную нотацию, то есть не привязываться к синтезу какого-то языка. То есть если мы напишем функцию f из некого инта в некий int. И мы, скажем, определим, что функция f от a и b это a плюс b. То есть это вполне себе будет, ой, я молодец, функция двух значений. То есть мы приняли на вход a и b и вернули какой-то int на выход. Погоди, вот эта вот запись здесь не запятая случайно? Нет, ладно, давай тогда... Давай заново. Да, давай заново, это немножко отложим, это я уже немножко забежал в сторону так называемых корированных функций, это поток. Хорошо. Давай напишем функцию... Ну, у нас есть функция от a и b. Да, у нас есть функция от int int. Вот, так мне становится понятие. Которая int. Которая возвращает int. Да. Мы можем эту функцию f от a и b определить как a плюс b. Это вот простая себе чистая функция, которая не несет побочных вычислений. Но мы также можем определить функцию g. Предположим, что у нее такой же тип, я сейчас не буду. Тоже от a и b. Которая, ну, я буду такой около-сишный стиль использовать, которая скажет какой-то консоль log. А и b. Вот как JS-ный консоль log. И вернет a плюс b. Вот с точки зрения... Это скорее Rust. Ну, это вообще вот... В Rust же последние значения возвращаются. Да, и в Scali тоже. Ну, я не люблю писать большие... Ставь, покажи. ...большие словары тоже. Вот. И вот с точки зрения наблюдателя, как бы, ну, человека, привыкшего к такому императивному... Можно я попробую? Давай. Поскольку эта функция не просто оперировать тем, что ей подали, а она еще знает о существовании некого объекта консоли с методом log, то она уже по определению вылезает за пределы своего контекста. И что-то туда еще как сообщение, вот так, сообщение a,b посылает. Да. И это называется грязная функция. Да. То есть... То есть мы можем оперировать только в терминах тех переданных нами значений, которые поступили на вход функции. Тогда она чистая. Или что? По сути, да. То есть ты все правильно сказал. Функция... Извини, очень важно. Значение не ссылка. То есть я не могу сейчас a,b поменять местами, это тоже грязно будет. Или могу? В плане поменять местами... Ну, взять и вот мне пришли два референса на... Не по значению переданных, а по ссылке. Да. И я беру по этим ссылкам, меняю значение на противоположное. Результат функции у меня не изменится. А, я тебя понял. Будет ли это грязный? Это тоже будет грязной функцией. То есть все, где я выхожу за скол своей функции... Да. Даже знанием. Это грязно. Даже знанием, да. То есть, по сути, чистая функция ничего не знает о каком-то внешнем мире. То есть ты все очень правильно здесь сказал. Весь ее мир внутри себя. Да. То есть чистота именно в том, что функция оперирует своими аргументами. По чем значениями аргументов? Ну, естественно, да. То есть я, скажем так, поскольку в данный момент моим основным языком является TypeScript, у меня, в принципе, передачи по ссылке нет. То есть если мы с тобой углубимся, скажем, в Rust, где это все есть, там немножко поддельно. Что, далеко гопать мы в C можем дойти? Нет, спасибо. Мы его возьмем, если подымем. Да, да. Вот, наверное, сложно представить язык, менее приспособленный к функциональному программированию, чем C. Хотя я знаю, ну, как знаю, через Twitter знаком с человеком, который использует функциональное программирование в плюсах, причем достаточно серьезно. Ну, может быть, перегрузка есть. Сид это только директивный компилятор, можешь обхарить. Перегрузка это, кстати, тоже отдельная история, достаточно плохая. Окей, хорошо. Чистые функции, вернемся к ним. Да. То есть чистая функция, это функция, которая работает только в пределах своего скопа, то есть в пределах своего собственного мира. Ничего не знает принципиально о внешнем мире, и все, что в этой функции не объявлено или не передано ей по значению, не может быть использовано даже как некое знание, то есть даже в логике. Да. То есть, условно говоря, вот этот консоль-вок в языке, который оперировал бы только чистыми функциями, по-хорошему должен был, такой код должен быть отвергнут компилятором, он должен сказать, что этого нет. Если не передано сюда консоль. Если передано явно, да. А, я еще, то есть, соответственно, очень простой детектор, как только мы используем любую глобальную переменную, то мы прилетели. В принципе, да. То есть можно сказать так. Едем дальше. Едем дальше. Вот. Не знаю, показывал, нет, покажу ребятам. Ну, собственно, это про частоту и тотальность. Собственно говоря... То есть, тотальность означает, что для любых допустимых А и Б вообще у меня всегда будет результат функции. Чистота означает, что эта функция ничего не знает ни о чем, кроме себя, своего поведения и А и Б, в этих причем пределах. И возвращает результат, как бы ни на кого больше не надеюсь. Все, это на проехали и определи. Другой достаточно интересный момент, тоже касательно сайд эффектов, который мне стоит упомянуть. Чистота относится в том числе и к бросанию исключений. То есть, если ты функции делаешь throw, это уже грязная функция по умолчению. Для работы с исключениями в функциональном программировании применяются немножко другие паттерны. То есть, тут вот маленькую такую ремарочку сделаю. Очень часто люди, которые начинают погружаться в функциональное программирование, они сталкиваются с кучей математических терминов. Там, мануэд, монада, аппликативный функтор. Я буду тебя бить за ним. Ты обязательно будешь за ним бить, я буду отбиваться и буду объяснять, показывать, что это очень простая концепция. Но к этим всем вещам нужно относиться как к паттернам. То есть, когда ты начинаешь изучать, например, ОП, скажем, на Java, тебя человек, который хорошо разбирается в Java, начнет огорашивать терминами абстрактная фабрика, билдер, визитер, всякое такое. И ты тоже будешь в позиции серии. И что с этим делать? Что это такое? Вот то же самое. В функциональном программировании есть ряд своих паттернов, которые нужно выучить. Ну, как выучить? Нужно освоить. Погнали. Сейчас ты мне про опшен, видимо, расскажешь. Про опшен. До опшена дойдем. Сначала я расскажу тебе про один из краеугольных камней FP. Это, собственно, композицию функций. А, здорово. Но до того, что... Ладно, до коррирования он не идет. Вообще, скажем так, с дидактической точки зрения, я считаю, что самое полезное в освоении функционального программирования это взять простое, обычное лямбди-исчисление и просто с ним поиграться. Пап, ты с кем разговариваешь? По лямбди-исчислению, думаю, мы с тобой отдельно поговорим. Сейчас я не хочу углубляться, потому что там прям можно достаточно... Я не понимаю, что такое. Это, скажем так, до этого дойдем. Окей. Ладно. Сейчас не хочу забивать голову. Но... Возьмем что-нибудь другое. Да. Но одним из краеугольных камней является композиция функций, функционально программирования. То есть, для того, чтобы, имея две функции, что-то сделать полезное, тебе нужно как-то... Ты говоришь об алгебре, в которой эти функции можно складывать, вычитать, умножать. Нет, до этого тоже дойдем. Это обязательно будет. Вот алгебру очень часто вообще там... Это в сторону типов мы с тобой уже зайдем. Приведи пример композиции. Композиции. То есть, функция compose принимает функцию f, принимает функцию g и возвращает их применение справа налево. То есть, по сути... То есть, подожди, мы вызовем функцию g, возьмем ее результат, и результат этой функции отдадим на f. Да. И результат работы f с результатом работы g мы вернем как свой результат. Да. То есть, по сути, если использовать... Соминается польская аннотация. Да. То есть, результатом функции compose является новая функция. Ну, давай там около хаскельную аннотацию. То есть, мы возвращаем лямбда x, напишем лямбда x, это вот как раз из лямбда исчисления определение, абстракция по... Лямбда x, которая равна f от g... f от g... Без аргумента. От x, да. А, все-таки аргумент x есть. Ну, x вот, мы по нему абстрагировались. Годи, но compose на вход принял только f и g, у него нет аргумента x. Она вернула функцию, у которой этот аргумент x есть. То есть, допонял. То есть, эта операция предполагает, что она, как это называется, унарная, да? Да, да. Вот это важный момент, что, в принципе, мы, конечно, можем между собой композировать не только унарные функции. То есть, если... Но пока об этом рано. Пока об этом рано. То есть, если, скажем так, синтаксис языка позволяет вернуть из функции кортеж и этот кортеж, вот как есть, применить вместо всех аргументов, то мы можем композировать между собой более сложные структуры. Но, по большому счету, возврат кортежа – это возврат одного значения. И в этой парадигме ты начинаешь функцию f, уже не важно, что принимающую кортеж значение, рассмотреть как функцию одного аргумента. Кортеж. Да. Ну, то есть, ну, по сути, вот это вот один из моментов, который стоит, как бы, уложить в голову, что мы начинаем думать функции с одним аргументом всегда. Хорошо. Просто этот аргумент имеет разные типы, не только скалярные. Да. Да, по-моему, скалярные они называются. Простые кортежи. Да. В языках, типа того же Haskell, функция Compose просто называется оператором точкой, у тебя композиция записывается f.j. Ну, где-то вопрос синтаксис, но он сейчас пока не актуален. Вот. Это у нас псевдокод. Это псевдокод, то есть тут смесь всего со всем. Да. Показываю наш псевдокод. Да. Compose f.j. Композиция. Композиция. Теперь следующий. Бьем вроде в курилку дальше. Вот. Абсолютно классическая штука, ну, и понятно. То есть тут тоже еще один момент. В функциональном программировании мы очень часто мыслим функциями высшего порядка. Что такое функция высшего порядка? Это функция, принимающая в качестве аргументов функции. То есть Compose это и есть функция высшего порядка, потому что аргументы это функции, возвращает она тоже функцию, соответственно. Еще одна концепция, которая бывает полезна в языках типа того же JS, Java и тому подобное, это корирование функции. Что такое корированные функции? Если предположить, что у нас есть функция f, принимающая какие-то параметры a, b, c, то ее корированный вариант, этот символ называется изоморфизмом, изоморфен, ну, по сути, эквивалентен, функции от одного аргумента вот такого рода. То есть, справа написана цепочка вызовов, давай я сейчас просто... А, то есть тогда в термин Compose это будет... А в Compose это не... Как Compose CBA. Нет, 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 нет. Это уже... Короче, давай я тебе напишу пример. Скажем, функция f осуществляет сважение. Она принимает на вход a и b, возвращает в какое-то c. Ну, тут я не совсем корректно записываю, потому что, по-хорошему, если это рассматривать как тип, то должен быть один тип на выходе, но не суть. Что f от a и b это a плюс b. Но мы это же можем записать в так называемом карированном виде. Это вот то, что ты спрашивал на счет int стрелочка int. То есть, у нас есть a, возвращающая функцию, принимающую b, возвращающую c. И... А, это получается тоже функция. Да, нет, нет, нет. Это все переменные. Сейчас запишу, поймешь. a плюс b. Вот. То есть, если у нас есть функция, принимающая кортеж значений, это то же самое, что если бы у нас была функция, принимающая первое значение, возвращающая функцию, принимающую второе значение, возвращающую функцию, принимающую и так дальше, которая в конце сделает уже наше вычисление. То есть, по сути, вот эта вот функция, она потребляет аргументы по одному. Угу. Вот. Зачем этот геморой нужен? Этот геморой нужен для двух важных вещей. Первое, это частичное применение функции. Это тоже одна из очень полезных техник функционального программирования. То есть, если ты... У тебя есть функция, которая принимает какой-то набор аргументов, тебе... Ну, рассмотрим. Я регулярно apply с bind'ом вызываю. Вот. Если ты в JS регулярно вызываешь apply с bind'ом, тебе это будет сразу понятно. Потому что частичное применение, это, собственно, и есть bind какого-то... ну, первого аргумента. И если... И если... Нет, не bind, а play. Ммм... bind. Почему bind? Потому что bind тебе возвращает... Эту же функцию, на которую только this при собаче... Ну, ты можешь кроме this'а еще присобачивать, скажем, первый аргумент, и она вернет тебе функцию уже от остальных аргументов. Это тогда и play. А-а-а-а... Ну... Ну... Ну, не важно. Ну... Ну... Кто-то из нас не прав, короче, не важно. Окей, да. Вот. То есть... Окей, раз перешли в JS, давай это просто в JS-ном синтаксисе запишем. Что если... А что, это можно записать в JS-ном синтаксисе? Ну, естественно. Ну-ка. У тебя lambda есть. Толстые стрелки. А, точно. Ну да. То есть, если мы пишем обычный add как некорированную функцию, это просто a плюс b. Она же в карированном виде будет выглядеть так. У нас есть a. Мы возвращаем функцию, принимающую b. Возвращаем функцию, ну, которая возвращает результат. И это абсолютно эквивалентное определение функции с точки зрения математики. Потому что они обе являются чистыми, у них совпадают... А, все. Вот, мне кажется, я вкурил. Все у них не совпадают. Другая штука работает не лучше. Мы копим аргументы, копим, 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 пока не дойдем до последнего звена, который что-то с этим накопленным знанием сделал. Да. Можно это так рассматривать. Хорошо. Все. Если эта интуиция для тебя работает, самое главное. Мне пока так... Да. То есть, я сейчас не гонюсь за чистотой каких-то формулировок. До этого дойдем сейчас... Не знаю, чтобы я понял, а не чтобы академично. Сейчас главное выработать интуицию. То есть, что эта штука дает? Да. Если у тебя есть обычная функция, не карированная, тебе сложно сделать... Ну, в JS, конечно, у нас есть bindSupply, но тебе в общем случае сложно сделать функцию, которая будет частично применена. То есть, скажем, функцию, которая к аргументу прибавит 5. Прямо константу 5. Тебе придется либо определять новую, либо что-то. В карированном виде ты просто пишешь add5, это add5, это уже будет функция, принимающая на вход b, возвращающая 5 плюс b. Просто add5 возвращает как раз add5 плюс x. Функцию тоже. Да. Функцию, которая что-то принимает на вход и возвращает 5 плюс 6. Да. И вот эта вещь в сочетании с compose как раз позволяет уже делать интересные штуки. То есть, compose он у нас... У нардой функции... Нет, если мы в JS написали, тогда будет, что она равна add5. Нет. Нет. Вот мы сейчас не обычного рассматриваем, а карированного. Все, да. Она возвращает уже сразу готовую лямбду. Тебе не надо никаких дополнительных синтаксических особенностей, чтобы ее применять. Все, что тебе нужно от языка, чтобы вот эта штука работала, то, чтобы в нем можно было определять лямбды, то есть определять функцию анонимную. Ну и все. Ну и что, функция была... В этой штуке внутри, там написано return, соответственно, x плюс a. Так? Откуда x? Ну... Ну, x, собственно, вот. Где? То есть... То есть... Ну, вызов... Вызов add5 тебе возвращает функцию. То есть, здесь у тебя возвращается x какой-то. Нет. Смотри, вот внутри этой функции определено. Так я хочу ее текст поднять. Внутри этой функции что стоит в return? Потому что мы дали единственный аргумент 5. Да. И этот аргумент как-то именован. Соответственно, мы возвращаем анонимную функцию, вот с этим аргументом. Допустим, он x. Да? А где он возьмет еще один аргумент? Из замыкания, считай. То есть, в данном случае у тебя это работает как через замыкание обычно в JSON. То есть, у тебя вот в этой второй функции, аргумент a, он из замыкания возьмется. Из контекста родительской функции. А, то есть, где-то есть return более высокого порядка, в котором есть тот самый a. Ну, типа того. И тогда, соответственно, вот здесь вот контекст работает. Ну да. Все, я понял. Давай запишем это просто в синтаксисе ES5, будет проще. Давай. Давай. То есть, у нас есть function and, который принимает один аргумент. Это наше a. Да. Она возвращает function от одного аргумента, от b, которая возвращает уже… b плюс a. Ну, a плюс b не суть важна. Валя. Вот. И тогда… Ну, вот я так, собственно, и сказал. Вот. И тогда у тебя оно просто берется из замыкания. Да. Тогда понятно. Ну, это скоба вложенная. Да. Вот. Вот. Совсем для дебилов, типа меня. И, собственно, использование частично примененных функций… Повторю вот этот слайд. Ага. Это тоже достаточно частая практика. То есть, нередки случаи, когда ты просто абстрагируешься по ряду параметров, применяешь их по очереди, передаешь полученные, не знаю, можешь их назвать генераторами, если будет проще так понимать. То есть, смотри, мы вот эту строчку с изоморфностью, как она читается по-русски? Эквивалентно? Изоморфно. Изоморфно. То есть, так оно и считается, а то… Изоморфно – это означает, что может вести себя как угодно, а результат такой же будет. Нет. Ну, ладно, если… Нет. Если бы задумать… Давай я тебе объясню. Только давай смотри. Я хочу… То есть… Ф от АВС сразу, да? Изоморфно. Функции, которые возвращают функцию… Значит, принимая А в качестве аргумента, возвращает функцию, которая А есть в ее родительском скоупе, и она принимает единственный аргумент В, и возвращает функцию, которая принимает аргумент С, и у нее в скоупе также, сверху, снаружи, передана АВС. Ну, типа того, да. Угу. Насчет… То есть, это мы вот… Скоп, скоп, скоп. Матрешка. Вот так матрешки описываются. Ну, по сути, матрешка есть. То есть, вызов функции от трех аргументов позиционных… Эквивалентен матрешки из трех функций. Да, матрешки из трех функций. Все. Тут стоит сделать сразу маленькую ремарочку. То есть, если ты начнешь смотреть cost-tech, естественно, cost-tech одной функции – это меньше, чем cost-tech из трех в данном случае. Конечно. То есть, для того, чтобы FP работала хорошо, нужно немножко думать, кого выкладываешь. То есть… Вот это плохо. Ну, слушай. А почему? Ну, потому что очень легко написать, например, какую-то функцию, которая в рекурсии будет тебе… Генерировать стэк. Да. Ну, будет стэк о верфлоте. Все, как мы любим. Сначала на экране, а потом в браузере. Ну, да. Да, да. Тут расскажу, кстати, потом, когда мы с тобой дойдем до рекурсии, расскажу про технику трамповайнинга, которая позволяет, собственно, рекурсивные вызовы разворачивать. Изоморфность. 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 Раз уж ты поднял… Хорошо, что ты спросил, Максим. Да. Собственно, этот термин… не буду уже углубляться в математику. По сути, что такое изоморфность? Это если у нас есть две… давай пока будем использовать… я буду осторожнее использовать термин «сущность», чтобы не… ну, сейчас не углубляться совсем в детали. Есть две сущности, а и б. Если мы можем построить пару функций из а в б и из б в а, чистых, тотальных, то… То а и б изоморфность. То есть, по сути, это не эквивалентность. Отсюда я могу вот сюда перевести даже. Да, то есть, ты можешь в JS, условно говоря, написать функцию, которая принимает на вход функцию от 3 аргументов и возвращает корированную функцию. И ты можешь написать функцию, которая принимает на вход функцию от 3 аргументов, а возвращает… Корированную. А возвращает классическую? Классическую. Вот почему я написал этот значок изоморфности, потому что ты можешь определить вот эту собственную изоморфность как сущность. Вот, ты можешь написать эту пару функций. То есть, тождественные и могут быть трансформированы друг в друга. Вот про тождественность функций немножко сложно говорить, потому что если мы с тобой начнем сейчас говорить про тождественность вообще... Все, я понял, я отказываюсь от своих слов. Бытовым языком они возвращают один и тот же результат, при этом мы точно гарантируем, что одну в другую можно превратить описательным. Вот только последующая часть. А результат разный был? Нет, результат автоматически у тебя будет один и тот же. Вот за счет свойства тотальности. Короче, изоморфизм это просто эквивалентное отображение одного в другую. другое, другое в первое. Все. Это все очень... То есть, могут быть эквивалентно записаны как? Ну, в смысле вот. Типа того, да. Это может быть эквивалентно записано вот так. Да. И это целом одно и то же. Да. И обратно. Я это замечу, что... О, это перестановка мест слагаемых. В смысле, только не мест слагаемых, а перестановка функций. Ну, по той же механике. Типа того, да. Тут важный момент, это именно двунаправленность. То есть, если у тебя работает только в одну сторону, это не изоморфность. Да. Это уже что-то другое. Да. Вот. Хорошо с этим. Ну, собственно, это... Кончили, поехали. Дает нам, что А изоморф на Б. Да. Да. Вот. За этим знанием охотится ЦРУ. Срочно удалите эту пленку. Типа того. Вот. Так. Теперь... Мы довольно до хера знаем. Ну... Можем ли мы как-то это уже применить? Ну, давай немножко поговорим про побочный эффект. Да. Нам чего-то не хватает. Потому что если мы с тобой сейчас начнем пытаться что-то выразить, мы с тобой максимум что сможем это написать там... Ну, ты же. Ну, да. Функцию, которая что-то принимает на вход, что-то возвращает, но у нее нет возможности, скажем, что-то прочитать из консоли. Что-то вывести на экран. То есть как-либо, не знаю, из баски что-то прочитать. Вот все вот эти штуки, они называются сайд-эффектами. И с сайд-эффектами мы работаем в функциональном программировании немножко по-другому. Аккуратненько. Аккуратненько. То есть тут... Давай немножко сразу уже перейдем на типизированные языки. И будем говорить в терминах, ну, там, того же эксперта, в котором я, собственно говоря, которым я и занимаюсь. Все сайд-эффекты мы выносим на уровень типов. Что это значит? Это значит, что мы строим некие конструкции, которые обладают нужным нам поведением. Причем вот эти... Ну, давай я буду это контейнерами называть. Эти контейнеры, они абстрагированы от того типа данных, которые хранятся внутри. То есть вот самый... Вот ты упомянул option, давай как раз option рассмотрим. Давай. Я объясню, что это означает. По сути, один из примеров функции не тотальной, это функция, которая там может возвращать что-то, может ничего не возвращать. И вот мы скажем, ну вот, если мы пишем в обычном JS, какой-то F от винтового A, например, номер. Которая проверяет, что если у нас четное число, то мы возвращаем это число, в противном случае возвращаем null. Вот это, по сути, и есть такое себе нарушение, что ли. Ну, null не является номером. Да. То есть тебе нужно для этого в TypeScript вводить там какой-то тип суммы. Я забыл здесь типизировать текст. Так что пока не нужно. Ну, оно здесь типизируется. Да, пока что мы не нарушаем, потому что у TypeScript достаточно мощная система вывода типа. Ну, сейчас оно пока нет. Нет, тут нет, TypeScript выведет здесь тип, и он выведет его как вот такую вот вещь, как тип сумму. Number или null. Да. Да, да, да. Вот. И... Ну, точно, да. Да. И в принципе мы как бы можем с этим жить, но работать с такой штукой неудобно. Почему неудобно? Потому что ты не можешь просто вызвать функцию F и что-то сделать с результатом. Тебе надо делать проверки. И все вот эти проверки они превращают код в такую себе кашлю. Прям, это моя основная претензия к TypeScript. Задрал уже. Да. С другой стороны, вот за счет того, что он тебя вот так задрал, ты пишешь более качественные коды. Да. То есть ты пишешь код безопасный. Да. Ну, вот. Не, ну а то мне это очень нравится. То есть он мне сразу показывает, где у меня потенциальный косяк нарисовался. Да. Ну, как любой язык с достаточно мощной системой типизации. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы TypeScript была несколько более строгая модель. То есть TypeScript это так называемая структурная типизация. То есть если у тебя есть объект с полем A, то два таких объекта для TypeScript они эквивалентны. Даже если это, скажем, ты объявишь два класса. Если поле равно типу. Нет, если одинаково, я имею в виду. Да. То есть если ты объявишь класс A, у которого будет поле A, типа number, и класс B, у которого поле A, типа number, будет, то ты сможешь переменной типизированной… То A равно B. Для него. Не совсем. Переменной типизированной типом A сможешь в TypeScript присвоить переменную типа B. Он не будет пугаться. Потому что там структура совпадает. Да. Структура совпадает. Вот. Возвращаясь к общему. Number или null. Number или null. Да. Если бы я писал такую функцию, вынося вот этот эффект отсутствия значения на уровень типов, у меня эта функция имела бы тип следующий, что у нас на вход number, а на выходе у меня был бы некий option. Option от number. Да. Option от number. Таким образом получается, что отсутствие number мы передаем как раз типам. На уровне тип. Да. То есть он может быть… Если он есть, он точно number или его нет. Или его нет. Говорит этот тип. Ну да. Вот одна из вещей, которой я всегда рассказываю людям, которые хотят влить типизированное функциональное программирование, потому что зачастую это люди, которые на JS и писали, привыкли к динамически типизированному языку, да. Конечно. Если мы корректно затипизируем нашу функцию, то только одного взгляда на ее тип нам будет достаточно, чтобы судить, рассуждать о ее поведении. То есть это касается не только option. То есть если мы, например, вынесем, скажем, асинхронность возвращаемого результата на уровень типа, это будет, ну, очень аккуратно скажу, promise. То есть это будет возвращаемый promise. Хотя если мы… За то, чтобы я активно пользуюсь уже. Ну, про promise мы отдельно поговорим. Меня TypeScript заставляет. Да, я знаю. А я ему говорю, асинхронность, он говорит, нет, все, нельзя больше набер возвращать, возвращай. Возвращать ему, все правильно. Но про promise мы отдельно поговорим, когда будем про монады разговаривать, потому что promise, на самом деле, это бастард, который… у которого ужасная история принятия, то есть человека, который принимал стандарт promise со звездочкой, надо прям, ну, порицать, короче. С ним что-нибудь надо сделать. Я понял. Гвоздик там в голову убить. Да, то есть я потом как-нибудь расскажу всю несчастную историю promise'а и то, как у нас могло быть все хорошо, и EGS мог стать полноценным функциональным языковым программированием с удобным синтаксисом для монадических вычислений. Вместо этого мы имеем то, что имеем, и promise – это вот бастард, с которым ничего нельзя сделать. Вот. Но это, как говорится, это в следующей серии. Сайд-эффекты. Да. Сайд-эффекты. Тут я боюсь, что мы с тобой сейчас начнем в теорию-категорию даряться и рассматривать функторы. Ну, ладно. Ну, давай потихонечку туда. Мне все равно придется. Я так понимаю. Ну, по сути, да. То есть если ты начинаешь заниматься типизированным FPAT, то так или иначе ты… ну, даже любым FPAT. То есть для GGS есть абсолютно классическая уже к текущему моменту работа. Называется Most Readequate Guide to Functional Programming. Автора забыл. На обложке, по-моему, что-то типа барсука очень прикольно. Найдем в суд. Забабахаем. Да. Прекрасная вещь. Да. Где, собственно говоря, рассматривается практически весь базовый категорный аппарат, который нужен для такого прикладного прагматичного FPAT. Вот. И мы с тобой его, собственно, рассматриваем тоже. Так вот. Возвращаясь к Option, к вынесению вот этого всего на уровень типов и тому подобное. Если у нас функция возвращает вот как бы number или нул, вот эта штука называется тип сумма. Сумму. Ну, number или нул. Сумму типу, да. Да. То ты не можешь с ней… ты не можешь, условно говоря, строить цепочки. То есть… Да. Мне нужно вклинивать тип. Да. Тебе надо вклинивать тип. А функциональное программирование такое красивое, которое вот вызывает приятное чувство, оно про построение цепочек в основном. То есть ты строишь цепочку функций и как бы все хорошо. То есть ты описываешь тотальные функции, которые четко знаешь, что на входе, что на выходе, комбинируешь между собой в некий pipeline и просто прогоняешь данные по этому pipeline. Вот с таким… Ты мне сейчас напомнил мои ощущения от лекции по теории автоматов. Ну… Когда ты все вычеркнул, все состояния, все пооптимизировал, и получаешь… Вот такие коротенькие функции, а она, сука, все делает. Ну да. По сути, я думаю, аналогию у тебя в голове еще не раз. Совершенная форма. Ну, типа того, да. И тут мы с тобой сейчас приходим к понятию… Перед тем, как мы придем. Смотри, вот то, что ответ в контейнере option – это side effect. Я понял. А вот как вот здесь типами определить side effect, который, например, с консолью log работает? Это же тоже side effect. Да. А как его на типах определить? Он же не относится к возвращаемому значению. Он не относится к возвращаемому значению. И тут используется, скажем так, тут первопроходцем был, по моим знаниям, был язык хастель, где была определена так называемая монада I.O. Вот I.O – это такой себе контейнер, который означает, что у нас есть какой-то внешний мир, о котором мы ничего не знаем. И… И мы из него что-то всосем. Или куда-то что-нибудь… И мы что-то можем сделать, в принципе. То есть мы можем там что-то прочитать, что-то записать. Вот если функция у тебя… С важным моментом. То есть из любого контейнера, ну такого классического, можно как-то убежать. То есть из тот же option можно посмотреть, что у него внутри, то есть там значение или отсутствие значения, что-то сделать. Из монады I.O. ты не убежишь. То есть если у тебя вычисление… Ну в хастеле. Если ты попал в монаду I.O., то ты как бы все. Ты живешь в нечистом мире уже по умолчанию. И это позволяет тебе выделять те участки кода, которые работают с пользовательским вводом, с каким-то сетью, с чем-то таким… Ну, с градными. Да. Выделять отдельно, максимально в какую-то изолированную часть твоей программы, строить все чистым и только уже, что-то говоря, на границе мира ты переходишь к граду. Очень похоже на Boxing Christ. Можно провести аналогию, но сейчас я не рискну. Да. Хорошо. В JS тоже можно определить монаду I.O. Она такая будет, знаешь, очень, как-то по-английски говорят, «turn in cheek». Но можно сказать, что у нас вот есть тип I.O. от какого-то A, который, по сути, это просто ленивая А. То есть функция, которая ничего не понимает и возвращает А. В таких терминах определяется взаимодействие с консолью. И консоль-лог, по сути, у тебя… Ну, вместо консоль-лог, да, можно сказать. Вместо консоль-лог ты определяешь функцию просто log, которая возвращает I.O. от voice, например. То есть… Скорее, от stringer. Нет. Нет. Логирование не несет возвращаемого типа. То есть оно принимает на ход string, возвращает и от voice. Функция от для меня пока еще значит, что функция, принимающая на ход аргумия, а не возвращающая некое значение. Окей. Ну, короче, если бы мы консоль-лог с тобой писали в функциональном стиле, это было что-то типа… тут как это было… string? Ну, string, да. Возвращающий… Возвращающий ничего. Возвращающий… Возвращающий… И от voice. А. Вот, понял. Вот. Реализация… То есть, по факту возвращающий сигнал о том, что все его закончилось, можно опять жить мирно. Ммм… Почти. Тут вот тоже важен момент, про который… А, иначе как мы его в цепочку ставим? Да. Сейчас объясню. Про цепочки сейчас тоже дойдем, сейчас поговорим для начала про функторы и разберемся. Так вот, реализация этой штуки будет ленивый консоль-лог. Вот этого оставим. Смотри, какая вещь. Вот эта вот штука, я хочу, чтобы у тебя выработалась интуиция. Угу. Все… ФП, в принципе, такое нормальное, взрослое, оно про построение деревьев вычислений, не про вычисления самих. То есть, вот эта штука, ИО, это не вычисление как результат, а вычисление как декларация. То есть, если я говорю, что у меня есть лог, который принимает строку и возвращает, ИО отводит. ИО отводит это значение. Это не ничего, это значение, которое мы можем с помощью какой-то специальной функции запустить и получить результат. То есть, вот в Haskell, когда я говорю, что типа из монады ИО не убежать, там есть функция unsaveCares, которая… Ой, господи, не unsaveCares, а unsaveRunIo, она называется. Которая, собственно, выполняет вот то, что было в ИО записано. И, по сути, ее runtime Haskell где-то там вот под капотом запускает. То же самое здесь, если мы с тобой будем писать, а мы будем с тобой писать, да, мы будем писать какие-то простенькие консольные игрушки серии «Как тебя зовут? Привет, Вася», то ты увидишь, что мы строим, по сути, цепочку таких отложенных вычислений и на границе мира мы их запускаем. Эти штуки позволяют делать очень крутые вещи. Я надеюсь, что мы с тобой дойдем до таких уже более сложных вещей, когда мы будем кодировать вот это все в так называемых свободных монадах, free moments. Там ты сможешь цепочку вычислений, например, оптимизировать. То есть, если ты видишь, что у тебя идет сначала read-a, потом read-b, и эти read-ы между собой как-то не связаны, то ты их можешь, например, в параллели запустить. Для JS это менее актуально, но в той же скале это достаточно актуально. Не, ну как, если мы говорим не про консольные вводы, а, например, про чтение сброса данных, то это, наоборот, прям нехорошо. Да. То есть, ты, по сути, можешь анализировать, оптимизировать, интерпретировать деревья вычислений. Делать совершенную форму. Ну, внезапно, да. Вот. То есть, в FP, по сути, все есть значение. И очень часто это значение – это функция. То есть, такое немножко мозговом, но достаточно просто провести для себя в голове параллель, что у тебя нет функций, процедур и значений, у тебя есть все едино. То есть, функция – это и значение, и, ну, собственно, функция. Вот. Теперь, возвращаясь, давай, возвращаясь все-таки к option. Давай запишем option в т.п. Да. То есть, получается, что по функциональному программированию все, что ли, функции выше OVR? Ну… Потому что любая, получается, может принять значение функции. Ну, по сути, да. Окей. То есть, для того, чтобы у тебя нормально работал FP, тебе надо, чтобы в языке, ну, в принципе, были функции большого порядка. Поэтому, например, там, в том же сишнике, где ты можешь функцию только в виде указателя передать, там немножко надо уже… Уже не так долго. Ну, и, собственно, я не помню, в чистом сишнике ты можешь вернуть функцию из функции? Только указатель. Только указатель. Да я могу не типизированный указатель вернуть и присвоить переменную функцию. Ага, заклинание звезды пустоты, да? Ну да-да-да-да-да. Ну, спасибо. Не, это… А чего тебе звезды не нравятся? Ну, не, ну, можно, но… Там еще амперсанды есть. Ну да. Ну, это амперсанды смелости. Да. Короче, что такое общем? Как я говорил, это контейнер. То есть, вот тоже момент касательно производительности, что в функциональном JS функциональном тест мы часто делаем упаковку-распаковку контейнера. Это не может быть бесплатно. В JS у нас, к сожалению, нет zero-cost-abstructions. Ну да. Поэтому, sorry, но придется чем-то жертвовать. Не, нормально все. Окей. Собственно, что такое… Проговорительный контейнер написать надо на других языках. Exactly. Что такое option? Option от некого A? Это очень просто. Это либо… Just… Just… А… Либо none… То есть, just a – это тип точно A? Да. Just мы… Чаще… А none – это тип, говорящий… Ну, не значение. Короче, null только по вашему, по fp-шему. Не, наоборот. Just… Да, none – это null, а just – это значение. Just a – это точное значение. Вот just мы тоже можем определить следующим видом. То есть, по-хорошему, если бы… Just A равно A. Почти. Если бы мы… Поторопился. Да, чуть-чуть поторопился, потому что я могу так определить, написать, что Just A равно A. Я тогда не смогу с этим option нормально работать. То есть, в TypeScript, к сожалению, я не могу сделать pattern matching по имени конструктора. То есть, если мне на вход приходит option, я не могу посмотреть, а, собственно говоря, мне на вход пришел None или Just. Для этого мы тегируем… То есть, собираем объект новый и тегируем его каким-то тегом специальным. То есть, для Just A будет тег Just и будет… Ну, давай value назовем. Ну, value, да. Того типа, который… Да. Нам… Нам… Соответственно, это будет просто объект, у которого… Тег, ну… Нам… Причем… А у него может быть value. Но, в принципе, ему не надо. Лучше не надо. Объясню потом, почему. Окей. То есть, ну, когда уже дойдем до примера. И вот тут заметь такую интересную сразу особенность, что None у тебя, в принципе, может быть один. Если у нас A был Number, то вдруг он трансформировался в словарь. Да. Ну, не в словарь, в объект. Причем… Ну, объект, словарь для меня… А вот, кстати, зря. Есть такой момент, что… Пока он все-таки выглядит не объектом, а словарем. Это объект. Ну, вообще… Окей. Ну, словарь… В JS нет словарей, там все объекты. Map. Ага. Вот map – это словарь. Нормально. А это именно объект. Все хорошо. Важный момент сразу тоже касательно производительности. В JS очень часто люди, когда пишут, они достаточно фривольно обращаются с шейпами своих объектов. То есть, там что-то добавили, какое-то новое поле, через delete удалили. Полетели на деоптимизацию. Да. То есть, V8 очень сильно это деоптимизирует. Он помечает такой объект, как, по-моему, он метаморф называется. Ну, вот такой. Я не помню. Да. Ну, короче, можно посмотреть. Прекрасно. Ну, он сразу, да, выключает все оптимизаторы. Да. Потому что, хрену знает, что ты там еще давай. Вот. А если у тебя… Внезапно, когда ты пишешь… А если форму, да. …внезапно, когда ты пишешь… …вот так вот типизированными контейнерами, то shape этого контейнера, в принципе, не меняется. Ага. И у тебя автоматом… V8 начинает с этими объектами работать, ну, чуточку быстрее. То есть, он сразу фиксирует… То есть, по факту, option. А та – это сумма вот этих двух объектов. Да. Да, да, да. Ну, в смысле, вот через… Ну, собственно… Сумма TypeScript на имя. Ну, собственно, да, да. Вот. Кстати, про то, почему вот эта вертикальная черта называется типом суммы, а амперсан – типом произведения. Мы с тобой тоже поговорим, когда будем считать населяющие тип значения. То есть, это реально суммы вот в сумме. В алгебраическом смысле, даже в арифметическом смысле это сумма. Нормально с этим. Я вот булевал, булевал, тоже видел глаза там… Это не булевал, это… Ну, тут не… Тут таралов, я имею в виду. Вот. Собственно говоря, для того, чтобы с этой штукой можно было работать, то есть, как бы мы прекрасно понимаем, что то, что описано, причем в словом Type, существует только для компилятора и, ну, в фронтайме тебе будет неудобно, мы можем определить два конструктора. Ну, точнее, как, один конструктор и одну константу. Это палка в математике, это прям сумма, прям просто математика, да? Нет. Как символ? Нет. Я удивился. Я имею в виду, что концепция вот эта вот, она транслируется прямо в арифметическую сумму. Ну, покажу. Хорошо. Потом в каком-то следующем заду покажу. То есть, мы можем сконструировать… Я же математические силы вот не помню. А, ну… Так что мы сейчас с тобой столкнемся. Нет. Мы можем определить конструктор Just, который будет абстрагирован по какому-то типу, принимать на вход значения этого типа, зациклили. И возвращать… Ну, по-хорошему надо затипетировать, что он возвращает Option. Вот тут важный момент. Вот это вот… Он не Just возвращает, он Option. То есть, оба конструктора будут возвращать Option. Option, а так. Интересно. Подожди. Если Option состоит из Just и Nano, почему конструктор Just возвращает Option? Непонятно. Это же мы тогда типа зациклили. Ну, окей, ладно. Может быть, типы зациклили. Нет. Нет. На самом деле нет. Ну, потому что они не связаны. Вот это Just, вот этим они никак не связаны. А. Просто… Я не помню. Мы эту бумажку показывали. 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 Ну, в всяких случаях. Да. Окей, ладно. Давай все-таки напишем Just. Я потом дойду до того, почему это приводит к самым удобным вещам, но пока там достаточно. И возвращать мы с тобой будем сразу объект с тегом. Вот тут, кстати, важный момент, что это не стринг. Для TypeScript это литерал. Ну, строковой литерал уровня типов. То есть, ты в тег не сможешь ничего, кроме вот прям по буквенной строке Just присвоить. Для TypeScript это прям отдельное сущность уровня типов. А. Ну, собственно, я помню. Да. Из-за этого у меня многие объекты через Any. Да, это тоже дойдем. Вот. То есть, мы возвращаем тег Just, естественно, и в качестве Value мы возвращаем то A, которое нам пришло на код. С None все еще проще. None, вот если посмотришь, поскольку он не полиморфен по типу, а это, по сути, полиморфизм. То есть, в TypeScript нет такого понятия, как тип высших порядков. Поэтому, по-хорошему, я должен сказать, что Option это то, что называется типом высшего порядка. И потом я буду говорить о том, как это кодировать. Но сейчас это просто обычный полиморфизм. То есть, тип Just полиморфен по типу A, а тип None, ну, почему не полиморфен. Не полиморфен, да. И этот объект, по-хорошему, у тебя должен быть только один, в принципе. Поэтому ты спокойненько определяешь просто константу None. Ну да, в TypeScript это определение объекта определенного вида. Если там ничего кроме None, тогда быть не может, поскольку я не сказал, что это произвольный стринг. Ну, тут, конечно, лучше вот так. То есть, нужно ему обязательно указать, что это тип None, потому что иначе он здесь может вывести… И так далее приходит вот этот тег вот этому типу. Да. Тут, кстати, надо сделать экологию, что если бы я не написал здесь тип, то TypeScript will be tag как string, если бы мы с тобой здесь не написали as const, который появился в 3.6, по-моему, или 3.5. Ну, const assertions это потом. Да. Вот. Собственно говоря, с этой, с таким определением мы… Теперь с этой герметикой попробуем взлететь. Ну, мы, собственно, и взлетим, потому что мы можем написать вот эту функцию, которая проверяет, является ли число учетным, возвращать проверку. То есть, в… Ну, помню. Да. То есть, наша эта функция некая app, она будет на вход принимать number. Возвращать… 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 …option от number. …option, да, от number. И ее реализация будет очень похожей, ну, с поправкой только на то, что мы будем использовать те конструкторы, которые мы сейчас определили. Да. Если у нас число черное, мы возвращаем just, а в противном случае мы возвращаем none. Вот. Ну да. Логично. Да. И тут мы сейчас с тобой сразу же с вот этой вещью рассмотрим такую концепцию, которая пришла из теории категорий, которая называется функтор. Потому что от того, что у нас есть, ну, мы назвали number или null, option от number, по большому счету, для программиста… Ничего не выиграли. Ничего не выиграли. То есть, мы даже, казалось бы, мы что-то проиграли. У нас было, ну, вот, значение, вот, бери его в руку, с ним работай. Ну, у нас теперь есть два дополнительных конструктора, два дополнительных типов. И эта штука еще оборачивает это в какой-то объект. А, три дополнительных типов, два конструктора. И, казалось бы, зачем? И зачем? Но эта штука позволяет работать с вот такими значениями безопасно. В чем безопасность? Тебе не нужно писать какие-то условные проверки. Ты можешь просто брать и применять эти функции. То есть, например, если я хочу… То есть, везде, где я хочу дать в качестве аргумента number, я могу его получить option и спокойно передать, без всяких проверок. Да. Без всяких проверок, с оговоркой, если у тебя будет такая вот специальная конструкция, которая называется функтор. А, которая просто не передаст, если этот option разрезовывался в нот. Да. Об этом мы сейчас как раз поговорим. Давай. То есть, если, например… Вот почему я начал с композиции функций, скарирования статистического. Если, например, хочу написать функцию уже, которая принимает на вход A типа number, возвращает, например, string… Почему нет? Да. Ну, почему бы благородному дому не вернуться со строку, когда ему хочется. Особенно, когда его долинят. Да. То есть, я, например, вот хочу вот такую вот функцию написать. Я не могу просто высвать функцию F и просто передать. То есть, если я напишу вот тот compose, который мы с тобой определили, compose G после F, то у меня TypeScript будет ругаться. Он скажет мне, что G не может принимать на вход option от number, как-то такое. Логично, да. Более того, если я вот так определю функцию и передам вот этот F на вход, который возвращает number или null, тоже компилятор это не даст. Ну, по крайней мере, если ты не выключишь флаг строгости, а я настоятельно не советую выключать никакие флаги строгости, используя TypeScript в максимально строгом режиме работы. Естественно. То ты не сможешь вызвать так функцию compose. Ты не сможешь получить функцию, которая принимает на в ход число и после проверки является ли он учетным, возвращает его строковое представление. Да я попробую догадаться. Пока тупо потому, что все-таки F возвращает не только число. и здесь нет никакой обработки об этом. Да. И у нас... В нашем G. Ну, да, естественно. Потому что вот если бы здесь был option от number, тогда бы оно прокатило. Да. Но тогда как бы внутри G надо было делать какие-то дополнительные Но тогда мы уже в одну строку lambda не пишем, мы уже if'ом оборачиваем. Ну, как бы можно через тернарник, но это тоже не особо красиво. Я правильно понимаю, почему он не даст Compose сделать? Да. Потому что у тебя G ожидает... А что он согласуется тип? Типа не согласуется. Все верно. Причем это будет в том же случае, если мы не option вернем, а вот такой вот результат. То есть он тоже скажет, что G хочет строгий тип, а ты ему пытаешься скормить результат не строгий. А ты ему фейкакать по целому. И для этого мы с тобой сейчас немножко посмотрим... Функторы. Функторы, да. Что такое функтор? Функтор это способ... Давай я пока вот буду на таком бытовом уровне объяснять. Мне так и надо. Это способ модифицировать значение в каком-то контейнере без изменения структуры самого контейнера. То есть самый простой пример... Прикольненько. Самый простой пример это список. У тебя есть список чисел. Ты хочешь получить на выход список такой же длины, с таким же порядком элементов, но чтобы вместо чисел там были строки. Ты пишешь список точка map. Ну да. Да. Вот map, функция map. Это функция, которую определяет функтор. Собственно, функтор, если говорить с точки зрения прикладного уровня, функтор определяется всего одной функцией. Это собственно map. Я ее буду, правда, писать fmap, чтобы подчеркнуть, что это именно функториальный map. И у функции fmap у нее следующая ассигнатура. Я сейчас немножко отойду от fscript. Потому что там вновь придется... То есть кроме Compose у нас появляется новый инструмент. Да. Я потом как бы сделаю ремарочку тоже по поводу option. А, и то есть чтобы вот это дело прокатило, нам здесь нужно вместо f сделать fmap от f с какой-то настройкой. Почти. Сейчас мы с тобой это все тоже напишем. Я просто пытаюсь догадаться, чтобы лучше понимать. То есть fmap, что принимает на вход? Он принимает на вход функцию из некого a, некое b, чистую функцию. Чистую, тотальную, маленькую функцию. Принимает дальше на вход некий контейнер. Давай я его буду записывать f от a. И возвращает на выход контейнер от b. То есть функцию он... Самая такая интуиция, которая мне лично помогла. Она... Он поднимает... Ой! Чуть не вводим. Он поднимает функцию из a в b в контекст контейнера. То есть если я вот так вот поставлю скобочки, то ты можешь попробовать выработать интуицию, что fmap принимает на вход функцию... То есть он берет функцию с произвольным количеством аргументов и навешивает какой-то контейнер на каждый аргумент? Нет, нет, нет. Он берет... Эта функция от одного аргумента возвращает еще одно значение. А! Да. Мы про унарные сейчас функции говорим. Но он берет унарную функцию вне контекста и поднимает ее в какой-то контекст. То есть у тебя на вход... Если у тебя есть функция из number в string, то он тебе вернет функцию из option от number, возвращающую option от string. Это вот какая-то интуиция. Ну да, я понял. Вторая интуиция это... Функтор это способ применить чистую функцию к значению внутри контейнера. Как бы заглянуть внутрь... fmap заглядывает внутрь контейнера, что-то там делает в зависимости от своей логики. И всегда возвращает какой-то контейнер. И всегда возвращает контейнер от результата вот этого же типа b. Тут как бы обе интуиции в принципе имеют право... А и такие мысли получаем, что все, что прошло через функцию, точно будет в контейнере. Да. Тут... Так, стапай. У нас же здесь f само по себе есть контейнер. Нам наоборот от него избавиться надо. Нет, подожди. f это как раз... У нас g, 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 g на вход number принимает, а результатом f является контейнер. Да. Нам тут от него наоборот избавиться надо. Ты мне говоришь, что fmap наоборот его навесит. Он навесит, естественно. Потому что смотри, когда ты начинаешь... Ну, думай об этом вот как о побочном эффекте. То есть у тебя есть функция, которая... Побочный эффект отсутствия значения. У тебя уже этот эффект произошел. Ты вызвал эту функцию, и уже этот эффект есть. Тебе надо что-то с ним сделать. Я, говорит, выкрутился, теперь ваша очередь. Да, я выкрутился, теперь ваша очередь. То есть у тебя произошел вот этот побочный эффект. Тебе нужно продолжить вычисление, но эффект-то у тебя сохраняется. То есть как избавиться от этого эффекта мы сейчас рассмотрим тоже. То есть это немножко другая уже, ну, другая функция, другая конструкция. Пока мы рассмотрим просто как вызвать вот эту злосчастную функцию g, имея в распоряжении только функция f, которая возвращает... И на этом я предлагаю сегодня прямо закончить. Окей, давай так. Ну, в смысле, это самое. Поймем, как вызвать, и для сегодня флаг. Давай так. А то у меня нормально уже начинается, я чувствую, что... Окей, это хорошо. Это хорошо. Это радует. Вот. То есть, еще раз. Обе интуиции, они работают. Интуиция касательно поднимания функции в какой-то контекст, она больше работает, когда она лучше начнет работать, когда ты познакомишься с теорией категории, если ты захочешь. Правильно я понимаю? Избавление от контейнера option это тоже side-эффект. И тоже, ну там, его можно сказать, что его просто перекладывают в другой контейнер. Вот, кстати, нет. Внезапно нет. Это... Избавление от option это штука, которая делает функция fold. Это, ну так называемая свертка контейнера. То есть, ты берешь... Так, а зачем мы залезли в fmap, если нам здесь fold нужен? Это не заморозные вещи, но я хочу показать, что при помощи fmap ты можешь строить цепочки вычислений. Потому что, вызов fold это считай, вот как ты написал if. Ты написал if, потому что тебе нужно проверить все условия. Ну, как бы, зачем, если ты можешь по максимуму построить красивенькую цепочку, прогнать по ней данные... Давай пример. Я, кажется, на примере и на его разборе я... Вот, давай для начала реализуем fmap для option. То есть, что такое будет fmap? Я пока не буду там писать какие-то синтаксисы, потому что... Да, есть как бы важный момент. Очень часто, когда говорят про вот такие вот контейнеры типа option, типа ether, типа remote data, про которые я тебе тоже расскажу, все опускают такую маленькую приставочку для и говорят monada option, или там functor option, потому что это на самом деле вещи, которые являются частью друг друга. Это неправильно. Правильно говорить functor для option, потому что эти вещи стоят немножечко рядом. То есть, я функцию fmap определяю не в самом контейнере, а рядом с ним. В принципе, вот в библиотеке fpts, которую я использую для своего кода, которая дает как раз отличный базис для функционального программирования на TypeScript. Вот в первой версии все эти функции, там типа мапа функториального, там чейн монадический и еще что-то, они были реализованы на виде классов. То есть, option это был класс, ну, пара классов just and none, точнее, some and none они там назывались. У каждого из этих классов был ряд методов. Мап, чейн и тому подобное. Ты делал просто, ну, такой вот, знаешь, а-ля jQuery Fluent Interface. Мап что-то, чейн что-то, мап что-то. С точки зрения вот прям чистого функционального программирования правильнее является определение этих функций отдельно от контейнера. То есть, контейнер это глупые данные, у тебя есть умные функции, пара умеет с ними работать. Вот, собственно, fmap для option. Собственно, определение функтора для option. Почему, кстати, почему я говорю, что функтор определяется только одним fmap? Потому что в дальнейшем будут конструкции, которые будут определяться, например, парой функций. То есть, та же монада определяется парой функций. Если говорить с категорной точки зрения, то вообще там тройкой сущности она определяется. Ну, не сущность. Сейчас, да. Собственно, fmap. Что такое fmap? fmap принимает на вход функцию f. К сожалению, TypeScript отвратительный синтаксис, когда дело касается определения функций, поэтому мне придется здесь написать что-то типа... Не нужно было абстрагироваться по обоим типам a и b, которые у нас здесь фигурируют. Функцию f из типа a в тип b она принимает. Дальше. Эта функция является карированной, можно ее определить в некарированном варианте, но, как я тебе показал, эти представления изоморфны, поэтому мне лично проще думать о карированном варианте. Дальше. Она принимает на вход option от a. И здесь мне тоже придется это назвать каким-то f a. fmap и возвращает на option от b. Теперь реализация этой функции. Она на самом деле... Вот fmap в данном случае... у нас с тобой может сработать аналогия, что мы заглядываем внутрь контейнера. Для того, чтобы реализовать fmap, нам придется заглянуть внутрь контейнера, придется посмотреть, а что же у нас контейнеры лежат. Какую цель? Да. Вот здесь у нас как раз и будет наш if. Только здесь не if будет, я его тернарку напишу. Тут мы хотя бы if можем тернарку написать, потому что мы работаем с конкретным контейнером. Да. То есть я могу сказать, что f a tag равен just. Если у нас на вход вот этот option пришел на самом деле just, то мы вернем f от f value. Ну, нам f надо применить, потому что нам b нужно больше. f value. Но! Заметьте, один момент. Что мы вернем, если… Нет. Что мы вернем, сейчас мы с тобой… Сейчас ты мне ответишь. Какой здесь тип у тебя получится? Так, f у нас… f у нас из a в b. Ну, option b. А вот нет, потому что f у тебя тип из a в b. То есть здесь ты выбрешь просто b. Поэтому для этого я и определял конструкторы. То есть здесь мы переупаковываем эти данные снова в конструктор just. То есть еще раз, функтор возвращает тебе контейнер всегда. Да. Вот. Если же у нас этого нет, то что мы можем сделать, чтобы вернуть option от b? Ну, мы можем node вернуть. Да. То есть мы просто возвращаем node. и вот это по сути… Так, стоп, а если мы просто вернем node, где у нас он определен… Там. А, а он контейнер. Да. Вот в таком определении, как у меня сейчас есть, могут быть какие-то нюансы, что TypeScript может немножко начать… Ты его покажешь, товарищи и господа. Ага. Начать ругаться. Поэтому я, например, в том кодировании, которое я использую, нам тоже типизирован типом A, чтобы подчеркнуть, что нам полиморфен для абсолютно любых типов. Но там вот это вот значение, оно такое себе фантомное, оно существует только для компилятора. Там это… Ну, не очень красивый синдекс, если… По-моему, покажу, если будет интересно. Так вот. Что это нам… Что позволяет функтор нам сделать? Да. Записать… Вот здесь же… В все равно может быть node. Результатом этого… Конечно. Конечно. Поэтому мы… А G может принять только node. Да. Что делать? Что делать? Мы не избавились же от проверки. По факту. Ну, проверка вот она. Мы ее вынесли в функтор. Ну, мы вынесли в функтор… А, стопэ. Но мы все равно не можем утверждать, что если значение приехало, то оно… То оно не надо. Почему? Нет. Если мы проверили, что у нас tag just, у just всегда есть значение. Вот железобетонно. У just, да. Но здесь, что изначально, без всякого функтора… f возвращало option. Да. А с функтором оно возвращает… А, оно возвращает… А оно возвращает тоже just, но… Но только уже не как container. Да. Но мы благодаря этому можем композицию функции сделать… Окей. Хорошо. Хорошо. Мы преобразовали… А сейчас увидишь. Если мы fmap передадим g… fmap от g. Вот этот карьермен. Нам вернет функцию… Функция just от g. Да. Ну да. Option от g мы вернем. Option от g. Да. В том и дело, функцию, которая принимает option от a и возвращает option от b. и благодаря этому мы можем записать… compose… fmap g… f… То есть это вот одна запись. Сейчас я напишу как бы обратную, как это… Через… Так, стопаем. Значит… Мы берем f, который на выходе либо just, либо non… Нет, не берем. f у нас… Подожди. А, f на выходе option. Искарбливаем option тому, что жрет option g на вход. Ага. Ага. То есть, по сути… Да. Если я затипизирую compose, то у compose будет тип… Что принимает на вход f? Number. Number. Что возвращает fmap от g на выходе? Option от string. Возвращающая option от string. И самое клевое, что дальше, если у меня есть функция, которая принимает на вход string, возвращает, например, массив и делает сплит по символу, я точно так же с помощью fmap поднимаю эту функцию в context option и в compose просто ее сюда пихаю, получаю pipeline, который принимает на вход number, проверяет, что он четный. Если он четный, превращает его в строку, если получил строку на вход, разбивает ее на символ. Я строю pipeline при помощи композиции функций. Так, а что происходит, когда f в первую начало возвернул non? А вот это самое клевое. Если, вот, благодаря тому, как работает функтор для option, по сути, у тебя происходит short circuit. нон уходит в нон, 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 а за то, что, собственно, нону по барабану, что к нему прилетело, он всегда нон. Не-не-не, там даже не нон уходит в нон, а у тебя первая же функция, которая вернет нон, функтор тебе ее вернет как результат. Все. И дальнейшие вызовы не будут осуществляться. Вот еще одна сила, почему функционального программирования вот с такими вот вещами. Ты можешь построить большую цепочку вызовов, но если в какой-то момент эти вызовы оборвутся, там, нон вернется или изер вернется с ошибкой, ну, с левой частью, то у тебя произойдет short circuit, и у тебя дальнейшие вычисления будут происходить. Ну, то есть это как в том же Sharp или там в Objective-C, когда у нас где-то в цепочке доступа по полям нил, но мы просто как бы здесь остановимся. Типа того. И ничего кидать не будем. Да. Ну, то есть ты имеешь в виду вот этот Elvis-оператор, просто знак, точка, да? Ну, вот в Sharp он даст спросительным знаком, а в Objective-C просто как бы достаточно, ну, окей, вот это все там нил. Ну, мы дальше не будем резолвить как бы. Здесь сразу все плохо. Кстати, в этот… Здесь сразу нил. Ага. И нил не бросает, даже если его вызвать как функцию. Ну, это в Objective-C, да. Кстати, в JS тоже сейчас идет активная работа над проползовом вот этого Elvis-оператора, и по сути это, считай, в синтаксис языка вшивают функтор для option-а. Ну, в синтаксис. Ну, да. То есть это вот тоже как бы вопрос в том, насколько зрело подходит к дизайну языка ATC 39. То есть если, ну, если смотреть вот с категорной точки зрения на всю вот эту вот мешанину синтаксиса, которую привносит JS, то выглядит как ребята с разных сторон подходят к одной идее, но никак ее не реализуют. То есть вот они ввели там тот же SyncAway для Promises. Я потом проведу аналогии, что могло бы быть у нас, если бы Promises был полноценной монадой. Они сейчас вводят Elvis-оператор, ну, вот эти вот два вопросительных знака и вопросительный знак . Это тоже вот, это функтор и, по сути, монада для option-а. Да. И вызывает, ну, возникает тогда вопрос, а что делать, если у меня там option? Что делать, если у меня там ether? Я хочу вот тоже через Elvis как-то что-то сделать, а у меня нет такой возможности. Обламинго. Обламинго. После следующего проползера. Вот. И это, ну, поэтому у меня вызывает такое немножко негодование с точки зрения того, что, как бы, вот у вас мотопарат под руками. Вот есть даже люди, которые присылают вам проползеры, которые там представляют. Надо понимать, что этим языком пользуются не только из-за мотопарата, вернее, не столько из-за мотопарата. Я знаю. Сколько из-за там порога входа и так далее. Тут, на самом деле, мы с тобой можем уйти, как бы, в рассуждение вплоть до того, что язык должен воспитывать программиста. То есть, если у тебя в языке начинают возникать какие-то сложные концепции, для освоения которых тебе нужно потратить какие-то усилия, ты становишься лучше как программист. Ну, так-то да, но кому же это надо? Таким идейным, как ты. Наверное. Юрка, больше меня сегодня не влетит. Давай я с этим освоюсь. Окей. Потому что у меня есть что-то повкуривать. Окей, без проблем. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Спасибо.